Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. И мы здесь собрались за очень уютным столом с очень вкусной темой. Честно говоря, я сейчас завидую моим соведущим, которые вчера побывали на вкусной экскурсии и будут сегодня рассказывать. Я-то не смогла выбраться. У меня тоже были вкусные вещи на даче, но не такие сладкие. Честное слово, да? Вот мне уже улыбается Вик Скаловик. Привет! Доброе утро! Доброе утро! И Алина Синкина. Доброе утро, Алина! Доброе утро! Мы уже с девочками тут полчаса как нюхаем, пробуем, трогаем, рассматриваем всё, что у нас есть на столе. И сейчас уже в группе в Фейсбуке, в группе нашей программы есть фотографии, где вы нас, замечательно улыбающихся, видите, и призы, которые лежат на столе, и экспонаты, которые мы сегодня будем рассматривать и изучать. Дайте, уже не будем томить наших слушателей. Где вы вчера были? Расскажите. В двух словах, потом подробнее. В музее истории шоколада Креола. Вика Скалова. Вика улыбается. Угощали вас там, Вик? Вкусно было? Да. Прямо сразу скажи, ты любишь шоколад или так? Больше карамельки, например? Очень люблю. Очень люблю шоколад. Алина, ты? Я обожаю просто шоколад. Да, но ты мне призналась, что ты умеешь себя ограничивать, да? Позволяешь себе по конфетке две в день, но не больше. Ну, можно три. Можно три, да? Родители как относятся к трем конфетам? Нормально. Зубы заставляют потом чистить после шоколада? Нет. Нет. Хорошо. Ну и понятное дело, что мы, конечно, пригласили в нашу студию эксперта из музея шоколада, главного экскурсовода музея шоколада Креола Екатерину Попова. Катя, здрасте. Добрый вечер. Вы принесли нам столько всего интересного сейчас у нас, что даже не знаешь некоторые вещи, для чего предназначены, но мы будем разбираться. Сейчас слово своим соведущим передаю, Вике и Алине, потому что у нас же викторина, кроме всего прочего, да, и она будет посвящена шоколаду. Внимание. 211-101, номер телефона прямого эфира. Уже готовьтесь набирать номер для того, чтобы отвечать на наши вопросы. Но прежде, Вик, ты расскажешь, да, про то, какие у нас призы сегодня представлены. Рассказывай. Да, вот это надо прям сразу сказать, да, мы с вами обсуждали, про азбуку города говорили до начала программы. Это единственная книжка, которая здесь представлена, она издана нашим кировским изданием, о, краткая. И она, наверное, не только для мальчиков и девочек предназначена, но и для их родителей, и бабушек, и дедушек. Потому что это экскурсия по городу, по всем зданиям, которые построил наш знаменитый архитектор Чарушин с фотографиями, рисунками, объяснениями. Дальше. Фред Адра. Лис-у-лис и ловушка для земли. Для читателей от шести лет. Толстая такая книга, неужели ты думаешь, что ее вот могут от шести лет читать, вот такую толстую книгу? Ну, я думаю, можно. Можно. Ага, Алина с Викой, как эксперты, говорят, что вполне. Ну, если что, родители помогут, правда, мама или папа. Конечно. Шейна Малдун, Зеппа и Ахмед Зеппа. Боже, что это такое, Зеппа и Ахмед. Это где, покажите мне эту книжку. Это авторы. А где эта книжка? Скарлетт и тайна звездной посланницы. Вик, покажи нам эти книжки. Вот Скарлетт я сейчас показываю в камеру. Скарлетт и тайна звездной посланницы. Книга розового цвета, и там девочка на ней изображена. Для девчонок, наверное, да? Да. А вот эта вот Зеппа и Ахмед Зеппа, это что? Это она же? Это авторы. Это авторы этой книги? Да. Какие интересные. Да, ладно, хорошо. Сью Бентли. Волшебный пони или вперед, Метеор 6+. Ну, тоже розовая книжечка. Тоже для девочек. Для мальчишек-то есть чего-нибудь у нас? Да. Расскажи. Эдуард Веркин. Настоящее приключение. Спасти Элвиса. Там какие-то люди в костюмах космических, мне кажется. Да. Да, вот. И крысу нарисовано еще. Да. Элвис – это домашняя крыса. Отлично. И также у нас есть приглашение. Пригласительный билет в галерею Прогресса на фотовыставку «Гол». Сертификат. Футболу посвящена она. Гол. Раз гол, значит, футбол, чемпионат мира у нас прошел. Сертификат на 4 занятия в школе музыки «Практис метод». Класс. Вот у нас кто ходил по этим сертификатам, они очень довольны остались. То есть всем желающим научиться играть, например, на гитаре «Туда дорога». Приглашение на двоих в кинотеатр «Смена». Приглашение на двоих в кафе «Зоки». Также у нас есть приглашение в Юркин парк и два приглашения в музей шоколада «Креола». Ага. Ну вот про музей шоколада «Креола» и про экскурсию расскажем. А в Юркин парке девочки были летом? Да. Этим летом нет. Бассейны там, американские горки открылись тут? Нет, американские горки я когда была, еще не открылись. Вот сейчас я вижу, что уже открылись, но я уже боюсь. Я еще в вашем возрасте, может быть, покаталась, если бы меня пустили. Мне почему-то кажется, что еще в 6, 7, 8, 11 не пускают, наверное. Ну вот самое обидное, что там бассейны неглубокие. Хочется тебе поглубже? Да. Ну, понятно. Там по колено. Зато можно малышам плескаться. Ну окей. Все мы объявили уже? Да. Все? Да. Хорошо. И еще раз. У нас сегодня открывашка посвящена шоколаду. А еще каждому позвонившему будет шоколадка в подарок. Вот это самая шоколадка, которая, да, в виде открытки, в виде дымковской игрушки. Девчонки, покажите в камеру. Все. А девочки за них так держатся. Они говорят, что если кто-то сегодня не выиграет, ну, на даче, на море сейчас находится, то шоколад весь достанется ведущим. Ну ладно. Так и будет ведь. Правда, Кать? Нам не жалко. Мы же девочек костим. Итак, рассказываем, как вчера все происходило, в каком составе вы ходили в музей шоколада, и не сложно ли было вам потратить субботу на то, чтобы пойти на такую вот экскурсию? Нет, мне не сложно. Ну, вы ответственные ведущие, я знаю, я знаю. Вот ради программы пошли или самим было интересно? Самим было интересно. О, хоров отвечает, значит, правда говорят. Ну, кто из вас начнет? Алина, давай начинай ты. Как все дело было вчера? Мне вчера очень понравилось. Микрофон говори, Алиночка. Мне вчера очень понравилось то, что там много всяких разных фигурок из шоколада. Я даже не думала, что столько можно сделать из шоколада. Разные вкусы шоколада. Белый, горький, молочный. Я вот никогда не видела столько шоколада. Трудно удержаться и только на трех конфетках остановиться. Так, пожалуйста, Вика. Мне очень запомнился мастер-класс. Там делали шоколадные фигурки. У меня была в форме зайца. Так. У меня тоже была в форме зайца. Два зайца шоколадных вылепли, да? Угу. Ну, как проходил мастер-класс, расскажи, Вика. Ну, вначале все одели очень такие прикольные фартуки. Только надели фартуки. Надели. Поправляем друг друга. Меня тоже поправляйте, если я буду ошибаться в эфире. Надели фартуки. И шапочки. И потом колпаки. А для чего вы это сделали? Чтобы не испачкаться. Чтобы не испачкаться, наверное? Только для этого, Катя, наделать? Чтобы не испачкаться. Чтобы волосы у нас не попали в темперирующую машинку. Как вам, кстати, темперирующая машинка? Прикольно. Хотели бы себе такую домой? Да. Куда? Термины вы странные называете. Что такое темперирующая машинка, Ален? Ну, из нее бежит горячий шоколад. Все верно. Это фонтаны такие шоколадные, когда бывает, это тоже темперирующая машинка? Да, близко. От слова температура разогревающий шоколад делает его жидким, да? И вот он выбегает. Дальше Вик рассказывает. Надели фартуки, шапочки. Потом каждый подходил, выбирал себе фигурку. И под руководством нашего экскурсовода мы наливали шоколад. И потом застывал он. И в конце экскурсии нам всем отдали фигурки. У нас, когда Зося ходила на такую экскурсию, она вышла с шоколадным черепом. Есть такие фигурки. Она постарше, у нее уже такая подростковая другая история субкультурная. А девчонки выбирают зайцев. Там не осталось черепов. А, ты бы тоже выбрала, да? Понятно. Очень интересно. Давайте мы про эти экскурсии сейчас еще поподробнее расспросим нашу гостю Екатерину. Вы являетесь, Катя, главным экскурсоводом в музее шоколада. И, честно говоря, когда вся эта история начиналась, я видела большое количество и детей, и взрослых, которые туда приходят. И поток, наверное, не заканчивается. Еще по несколько раз приходит. Расскажем про саму экскурсию. Прежде всего, вот люди приходят в музей шоколада с Паской. С чего вы начинаете свою экскурсию? Правильно девочки сказали. Начинается экскурсия с мастер-класса. Входит туда небольшая лекция по изготовлению шоколада и сам мастер-класс. Конечно, даем время на фотографии, потому что очень у нас любят люди фотографироваться и с мачете. Фотографировались, девочки? Да. Что такое мачете? Это нож, которым срубают какао-бабы. Все верно. Большой такой, здоровый, тяжелый, да? Нож мачете. И слово такое, откуда этот нож, и откуда такое слово мачете? Это какой-то, видимо, мексиканский. Вот, правильно. Все верно, да. Мексиканский такой большой нож. Индейцы рубили какао-плоды, именно мачете, срубали им. Затем входит в мастер-класс вид дегустации, пробует три вида дегустации. Это темный, молочный и белый шоколад. В зернышках, да, такие? В зернышках. Какой вам больше понравился? Белый, все. Все белые. Да, я предпочитаю горький. Ну да, детки, конечно, им нравится больше молочный или белый шоколад, а взрослые уже предпочитают темный или горький шоколад. Все верно. Затем после мастер-класса поднимаются уже на экскурсию на втором этаже, где у нас четыре зала. Все вы прошли, да? Я думала три. Давайте перечислим. Первый зал, где у нас стоит индеец. Второй зал у нас пирамиды племени Майя. Основной зал большой, где различные экспонаты. И четвертый зал у нас шоколад, скульптура. Все верно. Вот, мы сейчас в эту экскурсию отправимся все вместе, потому что я уже хочу все время задать сразу же вопрос, почему индеец, почему пирамида Майя, почему там вот это, вот это, вот это. Но вы мне будете отвечать, поскольку я не была, а вы были. Но прежде давайте зададим вопрос нашим слушателям сразу же. 211-101, номер телефона прямого эфира. У нас сегодня шоколадная тема и викторин на тему шоколада. И я вижу, что девочки уже на изготовке сидят. Алина, начинай. На какой части дерева растут какао-бобы? Я дам варианты. На стволе дерева, на ветвях дерева, у корней дерева. На какой части дерева растут какао-бобы? На стволе, на ветвях, у корней. А как дерево-то само называется? Мы знаем? Как дерево называется? Дерево какао. Дерево какао. 211-101. И у вас будет большой выбор и книги, пригласительные, и шоколадные открытки. Ну, а мы начнём, пожалуй, наверное, с первого зала, о котором вы говорили, где стоит индейец. Почему там стоит индейец? Сначала к экскурсанткам нашим этот вопрос обратим. Вика. Потому что там стоит какао-дерево в натуральную величину. 12 метров. Да. Больше всего растёт их в Мексике. И там как раз вот человек, который живёт в Мексике, индейец. Вот так услышали девочки вчера на экскурсии, что больше всего деревьев какао растёт в Мексике. И человек, этот индейец, живёт в Мексике. Мы сейчас расшифруем на самом деле эту всю историю после того, как примем звонок от слушателя. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Анна. Сколько тебе лет? 12. У тебя есть ответ на вопрос? Да, мне кажется, что это на стволе дерева. Это правильный ответ. Какой приз ты хочешь получить? Я хочу билет в смену. Хорошо. Да, не клади трубку, пожалуйста. Мы передаём тебя редактору. О, мне не надо ничего делать. Надо же. Я впервые веду открывашку, и поэтому вы меня тоже поправляйте. Тут у нас есть основные ведущие, которые же прошли весь путь от слушателя до ведущих. Надо сказать, кстати, это очень важно. Катя, вы знаете, что девочки Алина и Вика, они сначала просто слушали открывашку и выиграли призы. А теперь они уже полноправные ведущие в нашей программе. Это важно для слушателей, потому что можно пройти путь просто от заинтересованного слушателя до целого ведущего нашей радиостанции. Замечательно. 211-101. Мы поздравляем первого победившего. Билеты в смену улетают. У нас ещё много очень разных всяких билетов. Так вот, меня, дорогие мои ведущие, соведущие, партнёры моей программы, интересует вопрос. Правильно ли мы поняли, что больше всего деревьев, а какао, растёт в Мексике, и индейцы – это человек из Мексики. Катя, вам вопрос. Какао-деревья у нас, верно, растут в экваториальных странах. Это Мексика, Бразилия, Кот-де-Вуар. Почему там стоит индейец? Ну, Кот-де-Вуар ведь не в Мексике находится. И не там, где Бразилия. В южных странах, экваториальных. Но вдоль экватора. Да, да, да. Почему там стоит индейец? Нет, давайте мы сейчас, я перерыву, пожалуйста. Девочки, где находится Кот-де-Вуар? Страна. Раз. Нашим слушателям зададим такой вопрос. Где находится Кот-де-Вуар? Зададим? 211-101. Вот про Кот-де-Вуар у нас будет ещё речь, поэтому зададим вопрос такой. Где находится страна Кот-де-Вуар? Она ещё по-другому раньше называлась Берег Слоновой Кости. Уже подсказка есть в этом. А где Бразилия находится? Это я ведущих наших спрашиваю. Та-да-да-дам! Учителя окружающего мира. А где находится Мексика? Так. Ну, вот это очень важно, на самом деле, знать, где Мексика находится, Бразилия, поскольку оттуда же нам, Катерина, завезли шоколад. Южная Америка. Это Южная Америка. Это Южная Америка. Надо нам карту вот сюда повесить каждый раз, на открывашки карту. Так, Южная Америка. И почему в зале у нас стоит индеец? Индеец племени, индейцы племени Майя, именно они начинают первыми использовать какао-бобы в пищу. Им это удаётся. И стали использовать они это, девочки, в чём? Подскажете? Какао-бобы, что они с ними делали? Они их дробили, потом их вручную отчищали, в общем, эту грязь снимали и потом перерабатывали. А как? Они дробили с помощью метата? Специальное приспособление каменное было у них? Это, в общем, это такие жарнования большие, да? Только вручную это всё делалось. Камень лежал, а сверху такой пестик, который они катали по этим какао-бобам, и в порошок вот это всё и стирали. Есть такой фильм замечательный, «Шоколад» называется. Там как раз мама с дочкой носители этой культуры, и там очень хорошо видно, как они готовят шоколад. Мы с Зосей очень любим этот фильм. У нас есть французский, по-моему, фильм. Да, французский, прекрасный совершенно фильм. У нас есть телефонный звонок. Какой мы вопрос задавали, Вик? Где находится страна Кот-де-Уар? Принимай звонок от слушателя. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Самалова Полина. Сколько тебе лет? Полина пропала куда-то. Алло. Алло. Алло, Полина. Перезвони, пожалуйста. 211-101. У нас Полина в приоритете, раз она дозвонилась. Мы готовы выслушать ответ, где находится страна Кот-де-Уар. Мы пока продолжаем разговор про Южную Америку. Запомните. Именно оттуда привезли в Европу шоколад, да? И конкретно из Мексики, я так понимаю. Да, дробили индейцы зернышки, добавляли туда различные специи. У них получился напиток, который назывался... Какао. Чоколад. Или сначала чоколад. Это мексиканское слово, да? Чоколад. В переводе горькая вода. Горькая вода. То есть это индейское слово получается. Не очень и горькая. Мне понравилось. Мне тоже горько. Ну, он любитель, а напиток специфический, потому что в нем есть перец. Перец. Да. Я люблю очень смешивание разных вкусов с перцем. Мне кажется, Полина дозвонилась. Еще раз привет. Сколько тебе лет? Это Полина? 10. Да. О, замечательно, Полина. Ну, ответ на вопрос. В Африке. Правильно, в Африке. Конечно, берег Слоновой Коси находится, так называлась раньше страна, сейчас это Кот-де-Вуар, в Африке. Что ты хочешь получить? Приглашение или книжку? Приглашение. У нас есть приглашение в галерею прогресса на фотовыставку Гол. Сертификат на 4 занятия в школе музыки Практис Метод. Приглашение на двоих в Кот-Кафе Зоки. Приглашение в Юркин парк и в музей Шоколада Креола. Юркин парк. Юркин парк. Улетает Полине. Спасибо, Полин, большое. Мы продолжаем разговор про Мексику и про индейцев, которые, оказывается, это индейское слово, я не знала. Шоколад, горькая вода, которая не очень, оказывается, и горькая, как рассказывают наши ведущие. А как же в Европу-то попал девочке шоколад, если его индейцы изобрели мексиканские? Кто мне расскажет? В начале Колумб, когда открывал Америку... А, ты знала, что Америка? Что ж ты молчала-то? Ну? Он увидел, что мексиканцы пьют этот напиток, но он ему не понравился и решил его не привозить. Но потом, через несколько лет, поплыл Кортес. И еще один завоеватель. Да. Но ему этот напиток тоже не понравился, но он все же решил привезти какао-бобы на свою родину. А куда на свою родину? В... Это очень важно. В Испанию. Конечно. Кортес, Колумб в Испанию. И там уже придумали, что его пить, что какао пить горячим. Добавляли тогда сахар, молоко. И полюбили этот напиток, да? И так он распространился по всему миру, этот напиток. Ну, вот мы выяснили путь. Мексиканские индейцы, завоеватели, испанцы. И через эти завоевания шоколад попал в Европу. Начиная вот с горького шоколада. Сначала только пили, Катя, да, его? Да, верно. А как же он к конфетке-то превратился в вкус? Это уже намного позднее. Да. Верно. Сначала шоколад пили, и раньше кондитеры уже немножечко поэкспериментировали. Перец убрали, добавили молоко. И горячий шоколад раньше был позволителен только для богатых людей, для аристократии. То есть слугам он был недоступен. Всё верно. Ну, надо сказать, что ещё в моём детстве шоколад был не слишком доступен. Мы ждали Новый год, чтобы было много-много шоколадных конфет и шоколадок. Правда. Это вот сейчас он очень популярен, и его очень много, и о видах шоколада мы поговорим побольше позже, и даже про разные бренды поговорим. А сейчас, мне кажется, надо обратиться к тому, что у нас на столе лежит. И у меня вопрос к нашим ведущим, к Алине. Алина, вот на столе лежат муляжи каких-то непонятных плодов. Это что такое? Это какао-бобы. Катя, передайте. Ага. Так, держи. Расскажи. Они такие большие. Вот какого размера ты держишь какао-бобы? Тут две твои ладошки, наверное, да, в длину получается. Нет, побольше. Полторы. Побольше. Такие сантиметров они 15-20, да, наверное, какао-бобы? Мне кажется, они похожи на вытянутые лимоны. Есть что-то такое вообще. А почему один зелёный... На горцы ещё похожи. Да. А зелёненькие особенно. А почему один зелёный, а другой вот такой, он такой красно-коричневый? Больше оранжевенький какой-то, оранжево-красный. Он этот вот какао-бобы созрел. Этот вот слушатели не видят. Расскажи, который оранжевый, он... Оранжевый он созрел, а зелёный он ещё не созрел, и его ещё не надо собирать. А растут эти плоды, напоминаем, на стволах деревьев, теперь мы уже знаем. А вот я вижу, что в баночке лежат сами такие зёрнышки, а какао... А вот плод, он совсем другой. То есть эти зёрна наполняют вот такие какао-бобы. Наверное, когда высыхают, они там гремят, нет? Такое ощущение. Жалко, что у нас мы лежим, мы не знаем. Ну, рассказывай, Алин, дальше рассказывай. Вот эти вот бобы, которые мы видим на столе в банке. Как вы думаете, сколько их штучек в одном плоде? Наверное, штучек находится. Там пять рядов, это я точно знаю. Да, верно. Они окружённой мякотью. В одном плоде содержится от 30 до 50 таких зёрнышек. От 30 до 50 таких зёрнышек. А сколько с одного дерева собирают какао, например? Это как повезёт. Бывает по 4 килограмма плодов. Собираются они два раза в год. Два раза в год приносят в экваториальной части. И вот мы уже сказали с вами, что именно экваториальные страны поставщики сейчас какао-бобов. У меня вопрос, наверное, о Вике. Вик, я не знаю, было ли это на экскурсии, но как ты думаешь, по-прежнему Южная Америка главный поставщик какао-бобов или другие какие-то страны сейчас тоже поставляют? Вот испанцы в своё время привезли из Южной Америки, а теперь мы выяснили, что ещё в Кот-Дивуаре растут такие плоды. Это Африка. Ну, ещё, наверное, из Бразилии. Бразилия – это тоже Южная Америка. Не знаю, откуда ещё могут поставлять. Это две основные точки – Африка и Южная Америка, которые поставляют какао. Кот-Дивуар – это 40% поставок какао-бобов. 40%! А страна-то ведь очень маленькая. Маленькая, да. Очень маленькая Кот-Дивуар. Страна Бразилии гораздо больше, и Мексика тоже больше, чем Кот-Дивуар. И вот почему про Кот-Дивуар хотелось особенно сказать? Мы уже тут до эфира выясняли с Катериной, почему музей шоколада называется Креолова. Девочки, знаете? Нет, я вот как раз хотела такой вопрос задать. Ага, ну давай. А почему музей шоколада назвали Креолова? Креола – это сорт самого редкого сорта какао-бобов. Его находится всего 7% в мире, и он также произрастает в Кот-Дивуаре. Вот. А можно ещё вопрос задать? А представлен ли у вас в музее такой вид шоколада, как рубиновый? К сожалению, пока что нет. Это тайна. Мы эту тайну раскроем после короткого перерыва. Но всё-таки нужно, наверное, нам ещё раз про Креола сказать. Это самый редкий сорт шоколада. 7% от всего, да, от всех какао-бобов в мире. А почему он такой редкий и ценный? Это специально выведенный сорт. То есть его очень сложно достать, он очень дорогой. Мы, к сожалению, работаем не на нём. Да, но там высокий процент содержания вот как раз тех веществ, которые так ценны в шоколаде, которые, когда мы его едим, вырабатывают у нас гормон счастья. Почему мы радуемся, когда едим шоколад? Прервёмся сейчас буквально там на минутку и продолжим разговор о шоколаде. И начнём, наверное, нашу вторую часть эфира. Прямо сразу с вопроса. Готовьтесь набирать телефон 211-101. Сейчас послушаем песню. Раз, два, раз, два, три. Папа выиграл недавно, пусть, наверное, Самое главное в тысячу вагонов шоколада. Рада моя мама, рада эта сказочная награда. Всё у нас отменив в шоколаде. Шока в шоколаде, шока в шоколаде. Всё у нас отменив в шоколаде. Шока-шоколадки, шока-шоколадки, Нам живётся весело и сладко. В шоколаде теперь всё будет. В шоколаде теперь всё будет. В шоколаде теперь всё будет. Раз, два, раз, два, три. Не бывают в жизни крашов, А утром на место каши предлагают Клеску шоколада. В шоколаде наши зубы, В шоколаде наши губы, Нос и щёки тоже в шоколаде. Шока в шоколаде, шока в шоколаде, Нос и щёки тоже в шоколаде. Шока-шоколадки, шока-шоколадки Нам живется весело и сладко В шоколаде теперь все будет В шоколаде теперь все будет Раз, два, раз, два, три Кто-то обожает вкусные котлеты Кто-то обожает разные конфеты Кто-то заряжается от мармелада Но мы не можем жить без шоколада Раз, два, раз, два, три Шока-шоколадки, шока-шоколадки Шоколадки, шока-шоколадки, шока-шоколадки Нам живется весело и сладко В шоколаде теперь все будет Возвращаемся в студию, это программа «Открывашка» Мы в нашей программе каждую неделю в воскресенье с 10 до 11 открываем мир заново, познаем что-то новое и самые простые вещи разбираем по молекулам и смотрим, что они из себя представляют, как они влияют на нашу жизнь. Сегодня у нас замечательная, совершенно сладкая, вкусная тема шоколад Но через эту тему, посмотрите, мы уже с вами историю географических открытий даже задели о том, когда рассказали, как испанцы завоевывали Южную Америку, что они оттуда вывезли Мы не будем говорить про вредные всякие штуки, которые сейчас запрещены, типа табака, а мы говорим про полезные, наверное, штуки, такие как шоколад И мы начнем, как и обещали на вторую часть программы, с вопроса слушателям 211-101 Алина, задавай Как называлась первая шоколадная фабрика, построенная в России? Вот мы добрались до России, сразу из испанских завоевателей к России перепрыгнули, но мы между этим тоже расскажем и про столицу шоколада сейчас А теперь 211-101, первая шоколадная фабрика, построенная в России Как она называлась? Она существует еще, эта фабрика? Ну, да Науке неизвестно или известна? Известно Да, она еще существует, да? Должна существовать, по крайней мере Сейчас побеседуем с нашим слушателем, потому что я слышу, что уже раздался звонок, и возможно нам сразу на оба вопроса ответят, и как называлась, и жива ли она до сих пор Это фабрика? Алина, принимай звонок Привет Привет Как тебя зовут? Рита Сколько тебе лет? 14 Вот Рита, наверное, знает в свои 14 лет, жива ли фабрика или нет Алин, давай Как называлась первая шоколадная фабрика, построенная в России? Красный Октябрь Ооо Неверный ответ Еще, да, а варианты ответа есть? Подожди, пожалуйста, Рит, не клади трубку Есть варианты? Нет, нету Тогда давайте вторую попытку Рите дадим Хорошо Красный Октябрь Может быть, Бабаевский, нет? Нет И не Бабаевский Она не настолько известная, так скажем Она не очень известная То есть нам, современным людям, она не очень известна Рит, ну давай третью попытку Шоколадная фабрика, Россия Нет Так, попробую еще раз в следующий раз Но нет, не так называлась фабрика Рит, спасибо большое Но это тайна за семью печатями Не раскрывай ее пока, пожалуйста, Алин Как называлась первая фабрика шоколадная, построенная в России? Ты можешь сказать, она до революции была построена или после революции? А я не знаю Круглые глаза Ну, 1917 год, до этого времени или после? До этого, в 1800 Вот, подсказка, 1867 год 1867 год У тебя еще город есть, давай подскажем В каком городе была построена Не называй название, а в каком городе Я вот вижу У тебя здесь, по-моему, есть Нет, нет Ну ладно, 1867 год, очевидно, что не Красный Октябрь Потому что Красный Октябрь после революции, 1917 год Остается этот вопрос, 211.1 Как называлась первая фабрика, построенная в России Шоколадная фабрика, 1867 году Ну, давайте мы с вами поговорим Все-таки о пользе и вреде шоколада Например, да? То есть мы, на самом деле, с вами остановились на том моменте Когда европейцы получили шоколад Стали туда добавлять сахар, молоко И превратили напиток вот этот, который вы пробовали В уже там шоколадные конфеты, шоколадные плитки Которые мы так с вами сейчас любим И если у нас Вика любит весь шоколад То Алина предпочитает белый шоколад, насколько я помню И белый, и молочный Белый, и молочный Разберемся в этих видах шоколада Катя Конечно, полезнее всего это темный шоколад Либо горький шоколад Потому что в них находится большое содержание какао тертого Это самый полезный ингредиент В белом шоколаде находится всех больше сахара Поэтому нужно с ним быть аккуратнее А молочный что-то среднее Ну да Все равно бы я съела бы Мы не сомневаемся Довольно, да? Съела бы Ну, это на самом деле, мне кажется Горький бы шоколад Я вот очень люблю вот такие вот всякие завитульки всякие Чтоб на шоколаде что-то было нарисовано Мне вот это вот нравится очень Есть и рассматривать Есть и рассматривать На самом деле я принесла И это искусство настоящее Делать вот такие шоколадные фигуры И на этом специализируются в том числе и музей шоколада Это можно все увидеть там Очень кропотливая на самом деле работа Я принесла различные таблички На них написаны микроэлементы, которые содержатся в шоколаде И мы сейчас сможем с вами их рассмотреть На этой табличке что нарисовано, девочки? Название эпикотехин И для чего, на что он действует? Он помогает справляться с такими болезнями, как рак, инсульт Он помогает сердечно-сосудистой системе А я думаю, тут изображено сердце, мозг А я думаю, а рак-то чего там делает? Да, понятно Ну, страшные болезни такие Очень страшные И вот этот элемент эпикотехин Он помогает с ним бороться Девочки, описывайте, что нарисовано Что вы видите на табличке А Катя будет пояснять Ага, сова Анандамид Анандамид Сова с закрытыми глазами и улыбается почему-то А, типа Понимает настроение Все верно Горман счастья Хорошее настроение За это тоже отвечает шоколад Антиоксидант Тут еще написано Нарисованы бобы Ну, это типа полезно И апельсин Это что? А это полезно получается? Гурточка зерен Она равняется 3 литрам апельсинового сока То есть тоже очень полезно Антиоксиданты борются со старостью То есть выводят всякие шлаки из нашего организма И мы не стареем Серотонин Стоим, но не так быстро Ой, у нас тут такие классные девочки изображены Это кого вы тут видите на табличке, девочки? Это из головоломки Из головоломки Это счастье и Печаль Печаль, да Серотонин это гормон счастья Гормон счастья, да Также поднимает настроение Солнышко нарисовано Так, как ахилл Ой, какое название интересное Да, помогает ранам срастаться Костям быть крепче Разглаживает Морщинки Морщины шоколад А для этого нужно лицо его намазывать? Или есть все-таки? Кстати, есть И шоколадные маски А там еще что-то изображено Похоже на желудок Да, все верно А что это значит? Вырабатывает желудочный сок И помогает при пищеварении Я смотрю, что борется с язвой Да, с язвой Как ахилл У нас остается еще три таблички И есть телефонный звонок Давайте примем звонок от слушателей Вы помните, какой вопрос мы задавали? Это был чей вопрос? Мой Твой Принимай, пожалуйста, Алина Привет Здравствуйте, меня зовут Витя Мне 9 лет Я учусь в 70-й школе Ага, у тебя есть ответ на вопрос? Да Итак, как называлась первая российская фабрика шоколада? Товарищество Эйнейм Правильно Только Да Эйнейм Витя, как ты узнал про эту фабрику? Ну И В интернете посмотрел В интернете посмотрел Правильно А ты знаешь, где она была построена, эта фабрика? В каком городе в России? Не знаю Ну и ладно Выбирай приз Можно в шоколадную фабрику? Да Пригласительный в шоколадную фабрику и шоколадки Шоколадки растворяются на глазах девочки Остается две Ну посмотрим Витя, не клади трубку, поговори с нашим продюсером Я пока мы продолжаем таблички изучать Поищу, в каком городе была построена фабрика товарищества Эйнейм Так, дальше у нас теобрамин Посмотрите, это шоколад может пробудить вас не хуже, чем чашка кофе То есть помогает еще и проснуться Магний содержит шоколад Помогает, чтобы косточки были крепкие Помогает сердечно-сосудистой системе И самый сложный, пожалуй, элемент Сможете прочитать? Фенилоэтилуамин Фенилоэтилуамин, все верно Он помогает иммунной системе То есть шоколад, конечно же, в меру его употребления Полезен как взрослым, так и детям Класс! Ну, меру эту мы уже определили Вернее, Алина определила Аика не призналась, сколько шоколада она готова употребить за один раз Ты готова съесть целую шоколадку? Можешь? Могу Да? Я уже нет Я уже чуть-чуть совсем Но, кстати, я вот что хочу сказать Я могу съесть полшоколадки Правильно Потом через 20 минут еще полшоколадки Мне кажется, с возрастом количество шоколада потребляемого уменьшается Я уже не готова съесть так много Я вот что хочу сказать Нам звонила Рита, которой 14 лет И мы, надо сказать, что Рита-то была права Вы знаете, что первая фабрика, построенная в России Под названием A-Name Она называлась A-Name, но потом ее переименовали в Красный Октябрь Вот именно Вот именно Но тоже правильный ответ Да, после того, как случилась Великой Октябрьской революции Ее переименовали в Красный Октябрь А вообще-то это та же самая фабрика Рита, если ты нас слышишь Позвони еще раз нашему продюсеру И мы тебе дадим приз Ты выбери что-нибудь Мы озвучим, что дадим тебе приз Только не шоколад Пожалуйста, только не шоколад У нас осталось две только шоколадные открытки Девочки хотят их получить Итак, смотрите Да, Красный Октябрь – это бывшая фабрика товарища A-Name И она существует до сих пор, эта фабрика Мы видим эти конфеты Красный Октябрь – одни из самых любимых конфет Которые мы с вами в подарках там получаем Традиционные такие классические конфеты Давайте поговорим еще о брендах Да, вот мы про Красный Октябрь заговорили Какие еще российские бренды вы знаете, девочки? Ротфронт Ротфронт тоже традиционный, да, с большой историей предприятия Бабаевский Бабаевский, совершенно верно Аленка Аленка – это и есть Красный Октябрь Аленка – это Красный Октябрь И еще много-много небольших фабрик Ну, сейчас Креола выпускает, да, свою продукцию Много-много небольших фабрик, которые выпускают А мировые бренды какие вы знаете? Феррера Феррера Это конфета так называется, Феррера Это фирма Фирма так тоже называется, да И у них есть еще одноименная продукция конфет Да, да Еще какие? Носли Да, очень хорошо известно Марс И бренд шоколада Милка И бренд шоколада Милка А вот этот вот шоколад, который детский такой В таких маленьких упаковочках с улыбающимися детьми Как он называется? Детский молочный шоколад Ты хотела вопрос про него задать Киндер-сюрприз и киндер-шоколад Я не знаю, что за фабрика его выпускает, ты не знаешь? Это выпускает как раз Феррера Это фабрика Феррера киндер-шоколада Давай задавай сейчас сразу свой вопрос Насчет этого киндер-шоколада 211-101 В какой стране запрещена продажа киндер-сюрпризов? И почему? Есть страна, в которой запрещена продажа киндер-сюрпризов Назовите эту страну и скажите, почему 211-101 Ну, давайте, смотрите Мы с вами российские бренды перечислили Еще не поговорили о столице Мировой столице шоколада И это какая страна считается сейчас? Уже не Испания, нет В Испании хамон продают вкусный Бельгия Бельгия, бельгийский шоколад И вы говорили, Катя, что по бельгийским технологиям Как раз на вашей фабрике Креола Опускается шоколад Чем так славна Бельгия? Почему она такой завоевала статус столицы шоколада? Ну, бельгийское сырье Оно считается одной из самых качественных Мы работаем именно на нем Бельгия у нас изобрела конфету Которая нам сейчас, пожалуй, всем известна Это конфета с начинкой пралине Девочки, пробовали на экскурсии? Да, очень вкусно Мне она больше всего понравилась Классика ореховая начинка с добавлением меда И вот как раз надо сказать, что Бельгия тоже связана Со страной, которая называется Кот-де-Вуар Да? Кто запомнил то, что я читала до программы? Алин, ты запомнила? Нет Нет? А ты, Вика? Нет Можно я тогда тоже расскажу Что как раз у Бельгии была такая колония Кот-де-Вуар Мы вернемся как-нибудь с вами к географическим открытиям Я чувствую, что нам географические пробелы Надо заполнять в открывашки Кот-де-Вуар находится где? На каком континенте? Мы сегодня выясняли На африканском континенте В отличие от Бразилии и Мексики Который в Южной Америке И Кот-де-Вуар, как сегодня уже нам Катя рассказала Это страна, которая производит до 40% какао-бобов Так вот, это была колония Бельгии А значит, все, что было на территории этой страны Бельгия могла забирать И Бельгия получила большое количество какао-бобов И стала специализироваться на шоколаде И до сих пор является столицей Шоколады Бельгийский шоколад Это образец вообще шоколадного искусства У нас есть телефонный звонок Вы помните, какой вопрос задавали? Да Так, хорошо, Вика, принимай звонок Привет Привет Как тебя зовут? Денис Сколько тебе лет? Пять Ох, молодей этот кровашка Денис, правильно я услышала? Да Так Какой у тебя ответ на вопрос? В США Правильно А я ничего не расслышала А что за вопрос-то был, Вика? В какой стране запрещена продажа киндер-серпи А Денис что ответил? В США В Соединенных Штатах Америки А почему ты знаешь, Денис? Потому что съедобный и несъедобный нельзя покупать Продавать Ходить вместе Правильно Так все правильно Какую ты хочешь приз получить? В шоколадную фабрику В шоколадную фабрику хочешь приглашение? Приглашение в шоколадную фабрику И шоколадная открытка Отправляется к Денису Все, это последняя была шоколадная открытка Которая улетела Да? Да, осталась только одна Осталась только одна 211-го отдел У нас есть еще время для одного или двух, может быть, вопросов Слушайте, это очень интересно и важно Катя, почему в США запретили продажу киндер-серприза все-таки? Все верно Сказали, что они думали, что невозможно хранить съедобное вместе с несъедобным Но сейчас я хочу сказать, что киндеры там уже разрешены Да? Уже разрешили, потому что доказали, что можно А это вообще такая, наверное, борьба была между производителями, скорее всего Правда? То, что борьба за рынок Как детям поэффективнее, побольше продать шоколады Ведь они его так любят И вот они пришли к тому, что даже добились запрета Да, киндер-серпризы Сейчас он уже разрешен Нам на экскурсии рассказывали, что запрещен Да Сейчас есть разрешение Но у нас ведь кроме киндер-серприза теперь по этой технологии очень много продукции В том числе и российской продается Когда вот это шоколадное яйцо, а внутри какой-то там сюрприз Можно, да? Ничего страшного Да, но в основном там какой-то не очень вкусный шоколад Ненатуральный, по мне так А, вот вы теперь разбираетесь в натуральности и ненатуральности Таким образом нас Вика вывела на очень важную тему А как разобраться, девчонки, вы знаете, какой шоколад вы едите? Вот как купить в магазине тот, который будет полезен И который, как вы говорите, натурален Давайте ваши версии Алин, как ты будешь выбирать шоколад? Ну, самый хороший шоколад, он дорогой Ага, цена Чем дороже, тем лучше, ты считаешь? Да, но не всегда Сейчас подожди, дай пускай Алину выскажется Ну, еще обязательно вкус А ты же не знаешь, когда ты покупаешь, какой будет вкус А я всегда одно и то же покупаю, потому что нравится А, все, ты уже распробовала, то есть, первое, ты говоришь, цена, а второе, покупать то, что ты знаешь Я уже все полки распробовала Покупать то, что ты знаешь и то, что тебе нравится Так, Вика, у тебя версия какая? Как выбирать правильный шоколад? Ну, нужно обязательно прочитать состав Что должно быть в составе, чтобы ты была уверена, я могу? Обязательно должно быть тертое какао и какао-масло Так, а чего не должно быть? Пальмового масла, например Ну, вот пока так мы так считаем Сейчас она с Катериной нам расскажет Как, внимание, это касается всех Детей, родителей, бабушек, дедушек Как выбирать правильный шоколад? Вот, если мы в магазине, как мы его выбираем? Все верно, в первую очередь нужно смотреть на состав В составе натурального, настоящего шоколада Не должно быть больше шести ингредиентов То есть, если мы видим плитку На которой написано 4-5 строчек состава Это уже плиточка с консервантами Какао тертое там должно быть Не какао-порошок Какао-масло, не пальмовое масло Сахар, ваниль добавляется И если это молочный и белый шоколад Сухое молоко Есть там также такой ингредиент, как соевый лецитин Это допускается Это жир растительного происхождения Слово «бояться» этого не нужно Жир растительного происхождения нужен для связи всех ингредиентов То есть, соевый лецитин, но не пальмовое масло Бедное пальмовое масло Его отовсюду сейчас собирает Ну, то есть, вот, чем меньше строчек, тем лучше Главное, чтобы не было консервантов Всяких химических вот этих присадок И натуральные ингредиенты Какао тертое, а не порошок И какао-масло, а не пальмовое масло Это важно Слушайте, давайте еще один вопрос мы зададим И вот такой интересный инструмент После этого рассмотрим нас на стареле Это мюхотельная машинка для шоколада Это я вообще в первый раз в жизни такую историю вижу Так, кто задает? Вика, давай ты В каком российском городе существует единственный в мире памятник шоколаду? В мире единственный памятник шоколаду? Мы уверены, что в мире это единственный памятник шоколаду Так интернет пишет Так интернет пишет Интернет нам говорит, что есть единственный в мире памятник шоколаду И он в России Я сомневаюсь в том, что больше нет памятника шоколаду Но в России, может быть, он и один Есть такой вопрос Давайте вот мы сейчас ответим Может быть, даже чуть-чуть Пока поищем в интернете что-нибудь еще на эту тему 211.1 Итак, памятник шоколаду в российском городе Пожалуйста Если вы знаете еще какие-то памятники шоколаду От Кати, вы знаете, есть ли в мире памятники шоколаду? Я знаю, есть памятник петушкам Знаете, леденцы на палочке Да, но это не шоколад Это не шоколад, это карамель Да, все верно Про машинку начинаем говорить Что это такое у нас на столе? Те, кто будет смотреть все видеотрансляцию на сайте Эхакирова Увидят эту машинку Очень странное приспособление Машинка для нюхания шоколада Она бельгийская Почему просто нельзя в руки взять, понюхать и все? Тут был шоколад в виде порошка Он прошел различными вкусами И он заряжался в прозрачную машинку И выстреливался прямо в нос Точным попаданием И до сих пор они существуют в Бельгии? До сих пор такие существуют Мы вспоминали программу Орел и Решка из Бельгии Где тоже поразила ведущего Такая машинка для нюхания шоколада И до сих пор ей пользуются Ну надо же А когда она была, кстати, изобретена? 19 век У нас есть телефонный звонок Вика, пожалуйста Привет Здравствуйте Как тебя зовут? Меня зовут Соня Сколько тебе лет? 12 В какой школе ты учишься? В 51-й Ответ на вопрос В Петербурге Я чувствую, что еще один должен быть Да А Соня, скажи, пожалуйста А почему ты считаешь Что ты знаешь про петербургский памятник шоколаду? Ну я там была И фотографировалась С большими такими шоколадками А где они такие большие шоколадки? Где они были, эти шоколадки? Я не знаю, где точно Ну ты в Петербурге фотографировалась С большими шоколадками? Да Ага Но я уже вижу Я сейчас в интернете, конечно, поискала И вижу, что имеет в виду у нас Вика Какой памятник шоколаду Но это не в Петербурге Это не в Петербурге Поменьше город Есть еще поменьше город Но поскольку наш слушатель сейчас не в интернете В отличие от меня Я бы тоже никогда бы не догадалась Что в этом городе такая штука стоит интересная Там, в общем, такой памятник Это я специально даю возможность Сейчас в интернет быстро за нашей слушательницей заскочить Там такой памятник Шоколадка Развернутая у нее обертка Похожая на мантию На голове шляпа Похожая на шляпу Которую мы видим в Хогвартсе У всем волшебников И в руках еще одна шоколадка держится И это такая шоколадная фея Это такая шоколадная фея Успела наша слушательница посмотреть в интернете Что это такое и где это? Алло? Алло, нет Нет, ты не успела? Мне кажется, что человек фотографировался с шоколадками в Петербурге, Вик Они там есть Мы зато узнали, что они там есть И достоин приза, правда же? Да Какой ты приз хочешь? А я не успела послушать Можно ли меня дать редактору, чтобы я узнала? Опытный слушатель Конечно Давай поговори с редактором И выверишь приз Но у нас остается вопрос Не успеваем мы уже, к сожалению Рассказывай, Вик, где этот памятник? Это шоколадная фея Где она находится? В Покрове Да, вот удивительно В маленьком городе Покрове поставили памятник шоколадной фее А почему его там поставили? Вика? Не знаю Ага Ну вот это важная история на самом деле Потому что когда мы задаем вопросы Мы здесь учимся вместе с нашими ведущими Как правильно задавать вопросы Как правильно отвечать То есть если мы задаем вопрос Где находится памятник шоколадной феи То надо знать, а почему он там появился Город Покров где находится? В России В России, во Владимирской области И памятник составляет 3 метра высоту И весом он 600 килограммов Изготовили его в 2009 году По утверждениям прессы, кстати Да, является первым в мире памятником шоколаду Я тоже не смогла найти сейчас в интернете таких вот прославленных памятников Монумент создан как будто бы из плитки шоколада И представляет собой образ сказочной феи с шоколадкой в руке Почему он открыт? В честь, в рамках 15-летия деятельности в России Компании Craft Foods Ставший инициатором удивительного подарка городу Вот как у нас стоит машина Пирелли Вот здесь вот на улице с Паской Так же получилось и в Покрове Там есть фабрика, которая выпускает Вот это вот что-то выпускает Шоколад Мара Кальпенгольд И они подарили Покрову вот такую фею Это очень похожая история с нашей машиной Пирелли Значит, правильно учимся задавать вопросы Узнаем побольше информации И правильно учимся отвечать Но сейчас у нас программа уже завершена Совсем не осталось времени Прощаемся, девочки Говорите слава благодарности нашей сегодняшней гости Одна шоколадка осталась Спасибо, до свидания Лин, хватай шоколадку Итак, у нас программа «Открывашка» завершена Мы благодарим Екатерину Попову Главного экскурсовода музея шоколада Вика Соколова, Алина Синкина и Светлана Занькова Мы прощаемся с вами До следующего воскресенья В 10 утра Встретимся в «Открывашке» Да Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка» Детская познавательная программа «Открывашка»